Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на Радио Болтком. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем, кто нас слушает, кто только что подключился, кто продолжает слушать. Сейчас для вас личное утро на Радио Болтком. Ведут его сегодня Ольга Авдеевич. Доброе утро еще раз. Я Рита Трошкина. Наш звукорежиссер Евгений Копеин. Гостья сегодня у нас, которым анонсировали, обещали, что это будет очень интересно, потому что мы в этом не сомневаемся. Это Ася Ермолаева, клинический психолог, семейный психотерапевт, живущая и работающая во Франции. А также она специализируется на помощи и сопровождении в кризисах. Ася, доброе утро. Доброе утро, Рита. Доброе утро, Оля. Спасибо, что пригласили. Очень рада вас видеть. Но самое важное, что мы должны отметить, что Ася, она бывшая рижанка. Поэтому Ася очень достаточно известный в Риге человек. И тот, кто слушает сейчас эфир, наверняка многие знакомые узнают ее. И поэтому этим обоснован выбор нашего гостя. Ну и говорят, что бывших рижан не бывает. Как с этим? Нет, не бывает. Я только что хотела сказать, ты с языка сняла. Больших рижан не бывает. К сожалению, 24 числа должен был быть конгресс в Риге. Я собиралась приехать. Ну, все отменилось. Вчера разбирала чемодан и все, что собиралась привезти, отправила по почте в подарках. Что осень или когда нам разрешат летать. А, кстати, Ася, а почта принимает посылки? То есть почта работает, функционирует, все в порядке, да? Все в порядке. Ну вот, Ась, поскольку у тебя в резюме написано, что ты сопровождаешь людей в кризисах, сопроводи нас, пожалуйста, сегодня тоже в этом путешествии, в этом таком небольшом путешествии на тему, как удержать себя, как сохранить равновесие, как сохранить свое настроение, что нужно и можно делать, чего нельзя делать. Это всем-всем очень интересно и важно, а ты про это знаешь более, чем кто-либо. Мы говорим на «ты», потому что мы давно и очень хорошо знакомы. Да, да, конечно. Я хорошо знаю точно, чего не надо делать, потому что то, что сейчас происходит, однозначно это кризис, это травматическое переживание, которое беспрецедентно, такого мы никогда раньше не встречали. То есть это что-то, что делает нас беззащитными внезапно, без того, чтобы была война, без того, чтобы какое-то стихийное бедствие случилось. Соответственно, мы совершенно беззащитны в данной ситуации, и мы находимся в состоянии, когда по всем позициям нашей жизни нам надо как-то сориентироваться с работой, с детьми, которые не ходят в школу, с родственниками и близкими, с которыми мы в одном пространстве замкнуты, и как нам устроить себе личное время и так далее. Но о том, что нужно делать и как себя правильно вести, чтобы выстоять в период кризиса, сейчас говорится отовсюду, сейчас все психологи проявляют большую солидарность, вообще все сейчас люди проявляют очень много солидарности, если вы заметили, то сейчас все делятся советами, как снять стресс, как лучше заснуть, как устроить детей. Родители проводят передачи для детей своих, соседских, чтобы освободить время свободное. И психологи очень много говорят о том, как преодолеть панику, как дышать, как медитировать. И это все вы можете найти в интернете, этой информации очень много. И что бы я посоветовала, в данный момент очень хорошо бы фильтровать информацию, которую вы получаете из средств массовой информации. Вот это очень важно, да. Да, потому что стоит выбрать источники, которым вы доверяете, например, которые для вас подходят, которые не создают дополнительный стресс, не нагнетают панику, диктор, который говорит приятным голосом. И слушать эти новости, слушать этого психолога, исследовать советам тех людей, которым вы доверяете. Остальное стараться, как бы, не знаю, закрыть двери. Грубо говоря, наша психика — это такое открытое пространство, и в нем дверей нет. И мы пока об этом, пока мы не устанем, пока мы не начнем раздражаться от объема информации, мы не понимаем, что уже слишком-слишком много для нас нагрузки информационной. То есть если мы дома можем дверь закрыть, у психика там дверь не закроешь. Поэтому, если выражаться фигурально, то нужно очень беречь свое внутреннее пространство. Потому что сейчас все передачи во Франции о том, как преодолеть кризис, они сводятся к тому, что мы запертые снаружи, нам надо бы найти свободу внутри. Потому что внешне наша свобода ограничена по всем параметрам. Мы не можем выходить из дома, дальше, чем на километр гулять. Мы не можем ходить в магазин. Чаще, чем там, не знаю, ходить мы можем каждый день, но мы не можем ходить в магазин, который находится где-то далеко, у нас должно быть оправдание и так далее. То есть всё, куда ни посмотри, в любой сфере мы достаточно ограничены. А психической — нет. Ася, а вот ты сказала, что нужно найти, скажем, источники информации, которые тебе подойдут, которым ты будешь доверять, вот какие-то новости. А для себя какие это источники? Я, например, не вижу таких. Я ни BBC, ни Евроньюз, ни российские каналы, никакие другие. Там один сплошной алармизм и ужас. Я читаю от своих коллег научные источники. Например, у нас есть канал, текущий канал по поводу коронавируса. Там очень чёткая аналитическая информация, что происходит, что можно, где сегодня купить маски, какие новые правила выхода из дома. Всё остальное я просто не смотрю. Это никак не поможет. Нужно сделать то, что нам полезно сегодня. То есть, что нам необходимо там. Сегодня я должен выйти из дома. А что мне для этого нужно? Мне нужен такой-то пропуск. Я себе его обеспечиваю. Всё. Больше меня, в общем-то, ничего не интересует. Если будет что-то экстраординарное, мне сообщат, и каждый раз обновлять информацию, столько-то людей умерло, столько-то людей госпитализировано, мне это вряд ли поможет. Скажи, пожалуйста, а как сейчас вообще в целом во Франции информация? Что-то куда-то сдвинулось? Динамика пока идёт вверх, но она потихонечку снижается. И в основном, конечно, умирают старые люди. Но очень много случаев сейчас, когда вполне себе молодые, тоже госпитализированы, находятся в тяжёлом состоянии. Но летальные исходы, конечно, у людей, которые за 80. А вот ты сказала, что очень важно найти, то есть так как внешне мы ограничены, мы должны попробовать быть свободными и изнутри. Вот как? Что ты имела в виду? Ох, слушай, такая тема огромная, как море. То есть когда нас запирают дома, у нас нет вообще выбора. Мы общаемся по интернету. Я в жизни столько не общалась онлайн, сколько я общаюсь сейчас. Я устала видеть своё лицо в экране, потому что я совсем не актёр и не тележурналист, и это очень непривычно. У тебя, кстати, хорошо выглядишь. Да, это тоже, кстати, для психологов тоже большой стресс, потому что они все внезапно вышли онлайн, а психология – это такая работа тихая, интимная. И вдруг ты выходишь онлайн. И что такое внутри? Внутри – это искать в себе ресурс своего спокойствия и равновесия, потому что нет никаких причин для равновесия сейчас. Нет неизвестной перспективы, что будет саботой. Многие фирмы закрываются, сокращают обороты. Есть перспективы сокращения сотрудников. Некоторые люди работают онлайн сейчас больше, чем раньше, потому что они хотят показать, что вот мы работаем, мы стараемся, просто мы не хотим, чтобы нас сократили, потому что непонятно, где потом мы найдём работу. Это такая реальность, которая наступила внезапно. Вот она наступила 5 недель назад. 5 недель назад я понятия не имел, что у меня вдруг внезапно возникнут проблемы с будущим. 5 недель назад я понятия не имел, что такое для меня находиться всё время со своими детьми и что я буду чувствовать. То есть я остаюсь один на один со своими чувствами по отношению к своим детям, к своей жене, к своим близким. И они могут оказаться достаточно неожиданными для меня. Потому что если мы суммарно посчитаем время, сколько мы находимся с нашими близкими в обычной жизни, мы вряд ли наберёмся в день часа три. Утром мы собрались, позавтракали, все ушли на работу в школу, в детский сад. Вечером мы вернулись, мы поужинали, каждый по своим делам. Теперь на 24 часа находимся все дома вместе. Дети, муж, жена. И плюс муж и жена очень часто работают. У них домашний офис. В принципе, Ася, с точки зрения обычной, нормальной, исторического человеческого опыта, чтобы муж, жена и все дети всё время находились вместе и общались, это нормально? Вообще-то это нормально, но ты помнишь когда-то, чтобы все так вместе жили, как в одной юрте, в одном шалаше, даже если большой дом, я не знаю, за мою жизнь с моим мужем мы первый раз так долго вместе. Ну как? Ты знаешь, мы культурно. Мы справляемся. Ну вот говорят, что после, вот когда закончится, а это закончится обязательно, когда закончится этот период заточения, скажем, у многих семей что-то новое появится, кто-то наоборот окрепнет чья-то семья, а кто-то, может быть, и расстанется. Как ты на это смотришь? Это как раз к вопросу о том, что мы говорили, искать внутреннюю свободу. Внутренняя свобода – это когда мне некуда сбежать от обстоятельств наружу, я не могу пойти пообедать с подругами, не могу сходить там погулять в парк, не могу вообще сказать, всё, мне надоело, я пошёл там, я вернусь через два часа. Тогда мне надо как-то найти внутри это равновесие. И вот тогда очень пригождаются все эти практики, которыми сейчас так и забилует интернет. Надо выбрать свою, но главное – надо её практиковать. Ася, а есть какой-то универсальный рецепт, может быть, какая-то установка или просто какие мысли думать, когда страшно? Классическое. Вот есть страх? Что с ним делать? Есть несколько классических практик известных. Его просто наблюдать, как бы опять идти в сторону немножко, отстраниться от него и наблюдать. Очень хорошо дышать, очень помогает дыхание. То есть мы, если будем замечать, в течение дня мы напряжены, у нас напряжены плечи, и мы очень коротко дышим таким неглубоким дыханием. Очень полезно дышать. Несколько вдохов-выдохов сделать глубоких, увидеть просто этот страх, вот чего я боюсь, просто его со стороны увидеть, как вот он проходит, немножечко от него отстраниться, взять дистанцию. Физически поработать. Например, очень помогает через тело переживать все психические напряжения, то есть присесть несколько раз, резко выдохнуть, подпрыгнуть, побежать на месте, поделать какие-то физические упражнения, выдыхать, поотталкивать от себя, вот сделать какие-то такие отталкивающие движения, как будто я себя этот страх отталкиваю. Изобретать надо. Каждый свое выберет. Главное — это практиковать, потому что очень много советов. Советы все прекрасные, психологи всё прочитали, переработали и в доступном виде рассказывают. Но практикуем ли мы? То есть важно практиковать, то есть важно сделать себе такое, структурировать себя, это очень помогает от паники, от тревоги, структурировать всё-таки свой день. Тогда психика не расползается, она структурирована, собрана. Я знаю, что, зачем я буду делать. Это, кстати, очень детям помогает на холодильник повесить, что вот у нас сегодня это, это, это. В это время вы играете, отдыхаете, вы свободны. Потом у вас опять это. Это как-то помогает структурировать день и собирает вот это вот все. Нам некогда думать, у нас есть план, грубо говоря. Это очень помогает. И помогает телесно очень расслабляться, помогает от паники. Ася, а какие-то личные, вот, скажем, наработки? Вот лично ты не как психолог, да, а как человек, как вот гость. У нас программа называется «Личное утро». Какие-то точки опоры? Вот в чём это? Позитивная психология. Это, может быть, вера, да? Это отношения с близким окружением. Вот что для тебя сейчас точками опоры оказалось? Для меня оказалось точками опоры понимание, что не только я, но и все вместе мы в одной и той же ситуации. Что не только я, допустим, раздражена, что мой муж постоянно даёт мне советы, как правильно поставить камеру, как лучше говорить, как надо сделать это и то, как мы будем обедать. Но что и я могу его раздражать тем, что я, например, всё время сижу в интернете, что меня никогда нет, что постоянно звонит скайп, что я разговариваю, выбегаю, ничего не делаю, забегаю обратно. И при этом он меня раздражает, что он мне по дороге даёт советы и говорит, иди, иди, поешь. То есть я понимаю, что это работает в обе стороны. Это вообще во всём важно. Если я нахожусь дома, меня раздражают дети, возможно, я тоже раздражаю детей. Если меня раздражают подростки, которые сидят в гаджетах, потому что им нужна какая-то социальная жизнь, у них тоже огромный стресс, в это время я их тоже раздражаю, когда я им говорю, перестань сидеть в гаджетах, надо заняться чем-то полезным, иди, выйди, погуляй, вынеси мусор и так далее. То есть всё работает в обе стороны. Это мне очень помогает прийти в себя, когда я качаю какие-то права, как мне тяжело, я заперта, я должна перестроиться, я не оператор, я не тележурналист, как ужасно я выгляжу в камере. Я сама проживаю ужасный стресс, вот на самом деле. То есть даже сейчас я разговариваю, мне кажется, что это голос ходульника, как-то странно. Никогда не говорила вообще куда-то в атмосферу, в космос. И мне помогает, как обычно, утром, там утреннее правило, медитация моя собственная. То есть мне помогает упражнение, я делаю регулярно каждое утро, я делаю медитацию, наблюдение за дыханием, я делаю свою короткую гимнастику, там это протокол, это 4 минуты, но зато ты потом просыпаешься. Я хожу возле дома 10 тысяч шагов по кругу, мимо реки туда и обратно. Вот это да. Пока на моих часиках 10 тысяч шагов не отмечется. А сколько это километров 10 тысяч шагов? Слушай, ну это порядка 5-5. 5 километров в день? Ну где-то, может быть, 7 даже. Я быстро хожу, шаги у меня маленькие, он считает, там мы каждый удар. Ну, главное понять, что мы все вместе в одной ситуации. Это, кстати, очень снижает стресс, то, что мы все в одинаковой ситуации, не так обидно. Не ты один попал, да, что называется? То, что бесспорно, что это травматичное переживание, это ситуация травмы, которая наступила внезапно, просто на нас вот так упала, на всех, на всю землю. Мы всей землей в заточении оказались. И что с тем делать, мы не знаем. Поэтому пока, конечно, мы ориентируемся как можем, но в целом перспектива непонятна, и эта тревогу не ослабляет на самом деле. Поэтому то, что мне помогает жить с сегодняшним моментом, принимать ситуацию, как она есть. Есть такое понятие, кстати, сейчас страстная неделя, греческое христианское понятие метаноя, перемена мышления, то есть покаяние, перемена мышления. То есть ты понимаешь, да, как мало мне на самом деле надо для радости. Как хорошо, что есть, что кушать. Как хорошо, что есть где спать. Находить другие точки опоры. Да, как хорошо, что там есть муж, который позаботится. И как-то это помогает успокаиваться, обретать некое смирение. Очень много смирения сейчас надо. Трудно с этим согласиться, трудно согласиться с тем, что от нас очень мало зависит. Что, в общем-то, один маленький вирус, и мы все дома. Ещё на автомате идёт такая капризность. Хочу, чтобы это, хочу то, почему я не могу. И постепенно мы понимаем, нет, ты не можешь. Да, даже если ты можешь себе позволить заплатить 150 евро за выход из дома каждый день, и за каждую следующую тройную сумму, то есть тебе не доставят это радости, потому что ты один выходишь, остальные сидят дома. Ну вот у нас, знаешь, какой эпизод? Недавно был штрафован один человек, который не имел права выходить на 2000. А на следующий день к нему приехали с проверкой. Его опять не было дома. Он получил ещё 2000. В общем, у нас 4000 выход из дома так обошёлся. Ну а если у человека нет этих 4000? Ну ничего, будет отрабатывать. Очень утрезвляет. Нет, сейчас очень сложно, знаете что? Потому что как бы опору какую-то, надо найти опору. С одной стороны, мы не понимаем, что опоры нет. Вроде как она есть, всё есть. Я живу у себя дома, вроде как бы и каникулы. Вроде как бы можно там и поспать, начать работать позже, если онлайн. А с другой стороны, это никакие не каникулы. Мы остались на работе, дети должны ходить в школу, только теперь школа пришла домой. То есть информация, двери не закроешь, она отовсюду. То есть вот то, что я сказала, надо закрывать двери психическую, от лишней информации, это очень важно. Потому что вы слушаете бесконечные советы, как справиться с паникой, у вас наступает паника от количества этих советов. А нет такого субъективного ощущения, что это просто какая-то психологическая атака идёт на наше подсознание? Нет, она не специально идёт. Просто сейчас нет другого канала общения, кроме как интернет, онлайн, там разные каналы. Как ещё донести? Поэтому все вышли туда, оказалось всего очень много. А мы привыкли слушать, доверять. Мы ещё не научились фильтровать информацию. Не научились. Это очень важно на самом деле. Выбрать, кого я слушаю. Например, вот психолог, который постоянно, у него есть канал, он что-то очень спокойно, хорошо говорит. И я буду его слушать. Он там что-то советует, например. Как с детьми устроиться, как с подростками, как мне не стрессовать от возможности потерять работу. Жить настоящим моментом. Когда потеряем, будем смотреть. Пока не потеряли. То есть что делать, когда дети не сделают все уроки? Ну, немножко попустить. Разрешить себе не делать им эти уроки. То есть все целиком и сразу. То есть немножко больше пофигизма, да, допустить? Абсолютно пофигизма. Доверие момента. Завершивать свои возможности. То есть карантин – это не время совершений. Абсолютно. То есть когда мы чувствуем вину, «А, у меня столько времени». Многие пишут там, «Я буду сожалеть о том, что во время карантина я не выучил язык, не похудел, не посмотрел все музеи мира, в которые можно сейчас бесплатно зайти онлайн. Открывается много учебных курсов бесплатно». То есть солидарность со всех сторон. Все что-то предлагают. «Давайте спасёмся, посмотрим, увидим, научимся». Если у меня нет на это силы времени, а у меня этого может не быть, потому что вся жизнь… Не надо себя лгать за это. …не надо себя винить. Это не время для свершения, это время маленьких шагов. Буквально, если сегодня я там себе запланировал убрать, выучить уроки с детьми, что-то посмотреть, отдохнуть, пройти возле дома, я уже молодец. Это сегодня мои дела. Раньше я это не замечал. У меня дела были, я вышла на работу, я сделал то, я сходил в спортзал, слетал куда-то, вернулся, провел конференцию. Сейчас наши дела очень маленькие, шаги маленькие. Надо себя беречь. Мы сейчас должны прерваться на несколько минут на рекламную паузу, и потом мы продолжим. Прямо ровно с этого момента. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Что мы должны себя беречь. Отличное личное утро на радио «Болтком». Мы продолжаем. И сегодня мы делим личное утро с Асей Ермолаевой. Это клинический психолог, семейный психотерапевт. Нужно очень долго продолжать перечислять, чем она занимается. Она расскажет нам сама немножко подробнее. Напоминаем, что Ася – экс-режанка. В принципе, бывших режан не бывает, и она всегда на связи с Ригой и приезжает часто. И сейчас была бы здесь, если бы не эта вся ситуация. Но всё у нас впереди. Мы так на это смотрим. Мы остановились в первой части на том, что нужно себя беречь. Ась. Да-да. Я хотела сказать такое слово важное. Психогигиена. То есть представьте, что вы сидите на табуретке, у которой четыре ножки. У вас вы хорошо себя чувствуете, вы хорошо опираетесь, вы уверены. Представьте, если одну ножку мы уберём от табуретки, вам придётся делать гораздо больше усилий, чтобы усидеть на месте. А если две? Вот сейчас у нас такая табуретка, которая без одной и без двух ножек. То есть нам надо как-то находить какие-то опоры в совершенно незнакомой ситуации, в которой нам трудно сориентироваться. Поэтому что такое себя беречь? Это ещё раз повторим. Соблюдать дистанцию, границы своих близких. То есть для этого возможно даже договориться, когда у меня есть моё время, когда я сам с собой могу делать всё, что хочу, я закрываю двери в это время, никто меня не тревожит. Я там, не знаю, пью вино с подругами в Скайпе, просто лежу, ничего не делаю, скролю ленту, туплю, меня никто не трогает. Это моё личное время. То же самое касается детей и взрослых. Должно быть такое место, где я один и где я прихожу в себя без того, чтобы кто-то меня потревожил. Второе. Надо всё-таки уделять внимание режиму, а составить хоть какой-то примерный график, чтобы был ритм. Ритм очень структурирует психику, очень помогает. Физические упражнения, дыхание. Дыхание трудно переоценить вообще. В течение дня останавливаться, подышать. На раз, два, три, три глубоких вдоха-выдоха достаточно в себя прийти и иду снова, действую дальше. И очень важно организовать себе какие-то удовольствия тоже. Плюс лимитировать количество и качество информации. То есть то, что я смотрю, что я делаю, плюс время, когда я нахожусь в контакте с этой информацией. Может быть, сейчас как раз наступило время искать ту внутреннюю свободу, понять, насколько я был зависим от внешней жизни. То, что мы говорили, внутренняя свобода, где она? Потому что внешняя, было понятно, нам всё доступно, мы вышли, пошли, и нам не надо сосредотачиваться на наших настоящих проблемах, состояниях, отношениях и так далее. Сейчас мы сами с собой, мы можем внимательно рассмотреть и сделать некоторую ревизию своих слабых мест, узнать себя лучше и заняться собой более внимательно и спокойно. Может быть, что-то почитать, может быть, начать разговаривать со своими родственниками, со своими близкими. Но здесь такой маленький нюанс. Не стоит выяснять серьёзные проблемы, когда мы находимся все вместе, изолированы в каком-то ограниченном пространстве. Очевидно, что если были какие-то семейные проблемы, родители и дети, муж, жена, то лучше оставить выяснение это на потом, потому что сейчас не время для глубоких разборок. Наверняка ваши отношения не сейчас сформировались. И если действительно что-то обостряется, лучше подождать, потому что может быть неожиданный эффект. Спасибо. Очень чётко и ясно. И ещё добавила бы, если вдруг не получится с собой разобраться со своей свободой, не ругать себя, правда? Как ты сказала, не ругать себя ни за что. Нет, себя вообще никогда ни за что ругать нельзя. нужно себя любить и поглаживать, обнимать в прямом смысле, то есть понимать, что нам тяжело, что я оказалась в такой ситуации, где я действительно не знаю, что делать, принять, что да, я не знаю. Проживу сегодня один день, как говорится, только один день проживи. Маленькими шагами. Завтрашний день сам о себе позаботиться, достаточно каждому дню своей заботы. То есть это буквально принцип карантина. Живём моментом. То есть не надо себя ругать, если вот мне лень, да, и я думаю, что действительно, давайте-ка вот можно онлайн-курсы, и можно там язык, да, и, ну вот у меня нет настроения, ну вот руки опускаются, я это не делаю и думаю, ну вот какая же я ленивая, да, какая же я несознательная, то есть это неправильно, да? Это такая странная идея, знаешь, что мы до этого ничего не делали, не интересовались никакими курсами, и вдруг нам дали время, как будто бы сейчас, о, я сейчас всем всё выучу, всё узнаю, наконец-то я там заполню всё, что я раньше не читала, не смотрела, не интересовался. Это же не время, когда вдруг внезапно у меня проснулись силы, интересы, моя лень куда-то ушла, а лень — это, в общем-то, отсутствие интереса. Когда нам что-то интересно, лень куда-то исчезает, и если нам что-то было интересно, мы уже это знаем, оно уже у нас есть, мы уже знакомые, можно углубиться в то, что мы уже знаем, уже делали, или просто проанализировать предыдущий опыт и позволить себе ничего не делать. То есть просто по течению иногда очень полезно вот сейчас. Спасибо за эти советы, очень важно, и мы их запомним и ещё опубликуем. Ась, сколько лет ты во Франции живёшь и работаешь? Во Франции перехлажить в 2010 году. О, уже 10 лет, да? Да, 10 лет, да. И 8 лет назад я начала как бы двигаться в профессию здесь, потому что не было выбора. А вот расскажи, пожалуйста, у тебя уникальный, интересный и достаточно стрессовый опыт, да, приобретение профессии, переезда в другую страну и обучение на чужом языке. И тебе этот язык для начала надо было просто вот выучить. Как у тебя это происходило? Это огромный стресс, на самом деле. Преодолеть стресс. Это такая история, которую я рассказываю на курсах по эмиграции для новых эмигрантов, потому что если бы у меня был такой человек, как я, мне, конечно, было бы намного проще. Но когда я сюда приехала, я знала только, как мы все, Шашеляфа, Малягирка, Малягирка, и в общем, и сьюжену Маншпа сижу. Больше я не знала ничего. И я говорила везде по-английски. И меня даже не сразу взяли на курсы, потому что, чтобы прийти на курсы, нужно хоть что-то говорить. Но объясним радиослушателям, что ты переехала не для того, чтобы найти там какую-то работу и перспективу, а по семейным обстоятельствам. Да, я переехала во Францию, потому что я вышла замуж за любимого человека. Вот так случилось. Это совершенно, если бы кто-то мне сказал 12 лет назад, что я буду жить во Франции и консультировать французских клиентов в госпитале, в доме престарелых или частным образом на французском языке, я бы ни за что бы не поверила, французский язык очень тяжёлый язык для изучения, особенно, когда его начинаешь учить в 45 лет, как я его начала учить. Вот, но как-то у меня было доверие к жизни, что ли, не знаю, мне здесь всё нравилось. Поначалу, когда ты приезжаешь, ты не понимаешь своих ограничений, ты не знаешь язык, не понимаешь ограничений. То есть тебе кажется, мир прекрасен, вокруг всё замечательно, люди улыбаются, я тоже им улыбаюсь. Я достаточно уникабельный человек. У меня сразу появилось какое-то количество знакомых, потом друзей, потом я начала потихонечку разговаривать, и было много очень доверия к жизни. Доверие начало пропадать где-то на третий год, когда я уже начала говорить и внедряться в профессиональную среду, я поняла, ого, здесь есть конкуренция, ого, они тебе не рады, ого, они говорят, откуда ты взялась такая умная с своими там дипломами. Надо же сказать, что я уже была с профессией, я уже практиковала, когда я приехала во Францию, я практиковала уже лет пять как клинический психолог, то, что я закончила Санкт-Петербургский государственный университет. Здесь я пошла просто получить подтверждение своим дипломом, но выяснилось, что здесь это не так просто делать, человек в моем возрасте, соответственно, мне пришлось идти в университет, записываться в магистратуру, заканчивать магистратуру, защищать диплом, делать исследования и проходить профессиональный стаж. Профессиональный стаж — это 500 часов работы в среде как профессионал, иначе тебе здесь никак не найти работу и не получить лицензию. Вот это был самый интересный опыт. Когда ты должен преодолеть свой стыд, предъявлять себя, когда тебе, извините, 48 лет, и ты приходишь среди молодых коллег и должен, коверкая язык, объяснять клинический случай, требуется очень много мужества. Примерно как вот сейчас мне тут в эфир говорить какие-то такие интимные вещи, но я справилась, потому что мне некуда было деваться, мне надо было помогать пациенту, рассказывать случаи и быть профессиональной. И когда тебе надо быть профессиональной и делать свою работу, то, в общем-то, всё остальное уходит на второй план. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть я завоевала уважение своих коллег. А когда ты уже имеешь коллег, которые тебя уважают, они тебя поддерживают. Они говорят, «Анастасия, ты cool, ты молодец, это было супер. Мы с тобой, не волнуйся. Подумаешь, ты говоришь с небольшим акцентом. Это мелочи». Я говорю, я говорю не просто с небольшим акцентом, я делаю огромные грамматические ошибки. Они говорят, «Это ерунда». И вот с этого момента пошла такая действительно серьёзная поддержка профессионального сообщества и стало уже легче. Легче всё, буквально всё. Потом очень интересовала меня тема геронтологии, она меня давно интересует. Ещё из Риги, когда я уезжала, я уже интересовалась психологией возраста. И здесь посчастливилось поработать в доме престарелых, который назывался «Маленькие сёстры бедных» и очень интересная история. Когда я пришла туда на стаж, где я 500 часов проработала как клинический психолог, первый день начался 2 января, всем резидентам наливали шампанское, это было в красивом зале конференции. Я пришла, думаю, неплохо стаж начинается, наверное, я справлюсь. И повернула голову направо, там висела табличка, на ней было написано «Михаил Александрович Ермолов, основатель дома престарелых, военные офицеры Санкт-Петербурга в 1800 каком-то году основал этот дом престарелых. Я ему подмигнула и поняла, что всё дальше будет хорошо. Я ходила туда работать всё время по переулку Ермолова, и мне как-то это гряло сердце. И я там нашла действительно тоже направление, которое мне нравится. Раз в неделю я работаю со старыми, очень старыми людьми и с их семьями, родственниками. И мне это доставляет огромное удовольствие, потому что старый человек — это мы с вами, с другой стороны нашей жизненной дороги. Когда я это увидела, мне прямо стало страшно любопытно говорить, встречаться, общаться, обмениваться с этими людьми, опытом, потому что у нас его нет, а у них он уже есть. И когда я поняла, что у нас старого человека, когда мы смотрим снисходительно, что вот он старый, немощный, «Боже, как же тяжело быть старым!» А он на нас тоже смотрит, видит и говорит, «Боже мой, какие счастливые!» Им ещё всё это только предстоит. То есть это человек, который уже прошёл этот кусок дороги. И такая большая-большая человеческая солидарность между возрастами, то, что меня сейчас очень интересует, и я много исследую в этом месте. И в этом году я даже тоже защитила свой профессиональный стаж в области геронтологии. Я 800 часов прошла стажа именно со стариками в госпитале и со стариками в доме престарелых. То есть слово «старик» даже сейчас звучит как-то мне оскорбительно, потому что старик — это я только через, не знаю, 50-30 лет. И сейчас старики в таком уязвимом положении находятся, потому что их изолировали, они умирают чаще, они более уязвимы. И вот что ещё хорошо им, чтобы мы им звонили сейчас, что я бы сказала, что было бы полезно делать во время кризиса, позвонить тем, кто ещё более слаб, ещё более зависим, ещё более тревожен и нуждается в поддержке. Позвонить своим родителям, дедушкам, бабушкам, может быть, позвонить соседям, у которых нет родственников, просто поговорить. Их не надо обидать, что всё хорошо, они это не любят, они-то знают, как будет. Они уже прожили. Может, хорошо, а может, и нет. Они пережили уже всё. И сейчас проживают возраст телесной немощи, о котором нам вообще ничего не известно, на опыте, по крайней мере. Поэтому их нужно слушать, слушать жалобы, говорить, соглашаться, соглашаться, что да, жизнь тяжела, да, я вас понимаю, да, но всё будет, наверное, как-то хорошо. Расскажите и спрашивайте, задавайте вопросы и слушайте, когда был такой-то год, вот вы переживали, что было. И это очень полезное дело, благородное. Спасибо. И вот сейчас, пока ты рассказываешь это всё, у нас звонки и вопросы присылают. Вы простите нас, мы не озвучиваем и не даём вам эти вопросы задать в прямом эфире, потому что у нас очень мало времени, мы ещё хотим о многом поговорить с Асей, то, что у нас вот как бы запланировано, да. И сразу возвращаясь к твоему рассказу, скажем тебе, что не волнуйся, когда ты выступаешь на радио у нас, потому что ты кул, ты супер, и ты всё очень здорово делаешь. Это мы тебе тоже говорим, как твои коллеги. Ась, вот сейчас Страстная неделя, у нас программа уже к концу очень быстро подходит, мы не можем на этом не остановиться, но мы просто знаем, что ты была духовной дочерью отца Агафангела, очень известного и любимого в Латвии священника. Расскажи, пожалуйста, про это. Как ты с ним? Познакомилась с ним, Таня Ильина, моя коллега, подруга, мой редактор бывшего нашего журнала «Счастливые люди». Вот такая авантюра в моей жизни, да, издавать зачем-то журнал беспребыльный с красивым названием. И был кризисный момент, и совсем было тяжело, и вообще было полное непонимание, куда одеваться, что делать, где я ошиблась, что я сделала не так. И очень не хотелось никому признаваться, хотелось быть сильной. Но какой-то наступил момент, когда уже всё, пришлось идти сдавать, говорит, нет, я не держу ситуацию, или я умру, или мне нужна какая-то помощь. То есть до этого я, пока я не встретилась с отцом Агафангелом, я любила держать лицо и спрятать свои немощи, скажем так, свои проблемы, свои какие-то состояния, тоски. Таня сказала, ездить к нему, он сейчас в санатории, в Мелуже отдыхает. Я в 11 часов вечера собралась и поехала к нему. И он в 11 часов вечера, был мороз, была зима, и он не спал, он меня встретил. И мы с ним разговаривали три часа. И вот всё, что я запомнила из этого разговора, огромную-огромную доброту, принятие всех моих жалоб, всего, что я ему рассказала, и всё, я себя обвиняла, я вообще просто была совершенно не милосердна сама к себе, а он был ко мне милосерден. Он меня просто всю, вот как бы обнял собой, своим теплом, своей добротой, и дал мне с собой молитву, Богородица, делай, радуйся, и сказал мне, иди, чада, и читай её. Как только тебе будет тяжело, иди, и читай. Я до этого никогда никаких молитв не читала. Я знала молитву «Отче наш». Да, я там ходила в церковь, но как-то это всё не было мне так близко изнутри, вот не доходило до сердца, что ли, если можно сказать. И после этого я пошла домой и стала читать просто беспрерывно вот эту молитву. Он мне дал молитвослов, он до сих пор со мной вот лежит, здесь и по нему я молюсь по утрам, потому что я практикующий православный христианин с тех пор. И дальше мы с ним просто дружили, он был очень простой человек, который просто всем помогал. Помогал, помогал, всё, что он делал с утра до ночи, он просто помогал людям, больше вообще он ничем не занимался. Он служил службы, отправлял детей в какие-то отпуска, собирал для них деньги, для сирот, для малоимущих, содержал свой монастырь, всех, кто приезжал, всех кормил, всех приучал, за всех молился. То есть он был просто человек, который служил, всегда улыбался, никогда не жаловался. Когда он болел, он прятался в первой городской больнице, чтобы его найти. Он благословил меня, кстати, на брак и на поездку во Францию, подарил нам с мужем по Евангелию и написал нам напутственные слова, каждому своё. Он прятался, его надо было там находить, приходить к нему, если повезло, и пустили, и он нашёлся. Это всегда было что-то такое, где ты был сам собой, очень натуральный, где ты ничего не боялся, всё уже было спасено, хорошо и понятно. И перед лицом отца Агафангела ты всегда был хороший. Я всегда была хорошая. И я сама себя принимала. И я очень ему за это благодарна, и теперь я за него молюсь, как за усопшего. А он, кстати, всегда молился за всю мою семью. И я ему не верила. Я думаю, ну не может быть, чтобы человек, которому за 80 лет в своём синодике каждый день произносил за всех. Когда я приезжала в Ригу, я всегда старалась с ним встречаться. Мы с Таней к нему ехали, где бы он ни находился, или я сама. И он доставал мне свой синодик, так вот отслюнявливал страничку, где чадо Анастасия у него. И там по списку были все мои. А, усопшие же твои. Там Владимир, Валентина, Варвара, Тимофей, Дарья, Николай. Это было потрясающе. Это было какое-то чудо. И очень много мы с ним смеялись ещё. Он очень был весёлый человек. Очень много юмора, смеха, любви, снисхождения. Красоты очень много было с ним. Он был очень-очень тёплый человек. И очень светкий, при этом при всём в плане. То есть он не был кто-то, отшельник, зануда. Потрясающе. Поэтому, наверное, мы сошлись. Поэтому мне с ним было так легко. Потому что я ужасно не люблю все строгие формы. и очень скептически всегда отношусь к любой радикальной форме религии. А он был прям настоящий человек Божий, который служит именно Богу в той его ипостасии, где она — любовь. И это была прекрасная встреча. Я считаю, что это самое главное. Одно из главных везений в моей жизни — встреча с отцом-богофангелом. Часто мы к нему ездили тоже в монастырь, в Элоксты. И видели, как он живёт и трудится. Ему никогда это не составляло труда. Никогда не было через силу. И это большой пример. Вот сейчас. Это внутренняя свобода, она здесь. То есть когда мы замкнуты, нам тесно, мы не можем пойти в своём эгоизме побыть одни снаружи, то мы можем всегда побыть внутри, вот в этом чувстве, которое у меня вспоминается действительно во встрече с отцом-богофангелом. Всё хорошо. Все люди милые, добрые. Мы здесь все вместе трёмся. Нам вместе тесно. Мы вместе страдаем. Мы вместе переживаем. Я не один. Всё, что я могу сделать, когда мне совсем не в моготу, — пойти и помочь другому. Поэтому, когда меня раздражает мой муж, я говорю ему, дорогой, не хочешь чаёчку? Давай пойдём чаёчку. С вас всё хорошо. Привет, большой мужик. Передавай, пожалуйста, от нас. Из-за его терпения. Из-за всего, да? То есть все мы в одной лодке, это понятно. Про отца-богофангела спасибо за рассказы. Действительно счастье, что в Латвии был такой человек. Он и есть. А сейчас с нами многие, те, кто его знают и с ним встречались, это подтвердят, что он сейчас никого не оставил. Да, и то есть присутствует в сердце. Да, такое присутствие всегда есть. И, наверное, оно навсегда. Я надеюсь, что если говорят, что они там молятся за нас, то я думаю, его молитва — это очень действенное. Потому что, когда я за него молилась, я говорю, батюшка, я за вас молюсь каждое утро за своего духовного отца. Если Бог, конечно, слышит молитвы грешницы, он всегда смеялся и говорил, чадо моё, он, конечно, слышит. Он добрый. Не волнуйся. Потому что очень трудно справляться с чувством, конечно, собственного несовершенства, вины, особенно, когда приходит осознание каких-то ошибок. Сейчас для этого очень хорошее время тоже подумать, принять в себе и понять, что мы несовершенные, мы не боги, мы можем ошибаться. И надо быть к себе мягче, к своим близким мягче. И прощать себе вообще всё. Кроме, конечно, когда мы себя не прощаем, этого простить нельзя. То есть мы должны думать о том, что наверху есть кто-то очень добрый, кто к нам относится по-доброму и очень по-хорошему и нас поддержит. Наша программа подошла к концу очень быстро. Ещё много вопросов осталось. Придётся нам повторить как-то, да, эту встречу по скайпу, если муж не будет против. Я вот с удовольствием. Если вас не смущает твоя сумбурная речь, не есть, что вам сказать. Я вот приготовила вот прям всего всякого разного, цитат интересных, там практик. Но в целом основное я сказала. Закрывайте свои, берегите свою психику, психология, это всё-таки от слова душа. Берегите душу от разных влияний. Они могут быть полезны, но когда их слишком много, всё, что слишком, это не здраво. То есть умеренность, спокойствие, вот эта вот умеренность во всём сейчас нам очень поможет. Спасибо большое за очень интересный рассказ и беседу. И с наступающим праздником Светлой Пасхи вот сейчас уже, да? С наступающим, да. Мы будем сегодня куличи тоже печь, светить возле службы по телевизору. Всего доброго. С нами была наша коллега, бывшая рижанка, психолог из Франции, Аси Ермолаева. И сейчас прямо у нас возник план, может быть, продолжить такие встречи, сделать их регулярными раз в неделю. Мы это обсудим. Всего доброго. Хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!